добрый вечер дорогие друзья говорит и показывает всемирный центр но бритуля из города герой его мегаполисом широком смысле этого слова и у нас сегодня у нас сегодня уже седьмое яра 5781 мы продолжаем разбирать рамбова в его книге мишне тура те разделы которые представляются нам наиболее релевантными для нас как для движения и я просто напомню что мы с вами пару недель назад начали говорить о том каким образом рамбом видит идеальную систему идеальную равновесие душевных качеств и как над этим работать и мы с вами видели что он сказал простую вещь на самом деле не рамбом ее выдумал и он бы и не претендовал на это идеальным положением с точки зрения душевных качеств человека является середина вот самая знаменитая золотая середина а я вам приводил примеры например это работает в любом и в любом диапазоне в любом любом качестве пример есть человек щедрый и щедрость с точки зрения рамбома это как раз то среднее серединное качество которое находится между двумя крайностями одна крайность это полный человек растрачивает все все отдает у него ничего себе не оставляет вот он получил зарплату вышел на улицу и домой он пришел уже без гроша почему бедные просили это одна крайность и вторая крайность это когда у человека есть вообще полная какая-то патологическая неспособность кому-либо что-либо давать вот просто но не может он не гроша души своей оторвать вот вас не может увидеть человек которого просит у него просто аллергия и все как я могу могу свои кровные заработанные гроши давать какого-то непонятно кому кто такой вообще иди работ между двумя этими крайностями обе из которых рамбом считает негатив обе крайности негативны есть среднее качество которое назовем допустим щедрость терминологии совершенно не важно поскольку важно важная идея это когда человек с одной стороны дает другим помогает другим но вместе с тем делает это так чтобы самому не оказаться в ситуации когда ему понадобится помощь то есть он оставляет себе сколько ему нужно и дает другим сколько может вот это серединное качество с точки зрения рамбом она является она является наиболее она является иском и например возьмем еще для примера один такой диапазон это абсолютная безрассудность когда человек подвергает себя опасности в абсолютно не считаясь ни с какими мировой предосторожности да например рама приводит не здесь на браке он приводит такой пример быть представь себе человек который идет по полю боя вокруг свистят снаряды пули взрываются и он идет как будто ничего не происходит и он остается целым и невредимым по случайности остается целом не вредим люди какой мужественный человек просто безрассудный идиот и нельзя так поступать это крайность другая крайность когда человек боится выйти на улицу потому что ведь слушайте вот выйдя на улицу да а там вот у нас сегодня жарко да а завтра например может быть холод если сегодня жарко может быть я меня солнышко припечет или что-нибудь случится а вот если холодно может я просто жуюсь и туда и сюда и бесконечные 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 у него отговорки вот такой человек просто не выходит из своей комнаты и даже не покидает свою кровать потому что поди зная если он встанет дает вот если я резко встану вы перепад давление что-то будет короче это другая крайность а где нормально нет ненормальная хорошее правильное поведение это тогда когда человек не парализован своими страхами предпринимает меры предусторонности действия когда страх он действительно вреден тогда когда он парализует человека знает да действительно есть опасности да на улице есть микробы есть я не знаю атомные бомбы иногда взрываются может может быть самолет упасть и что-то еще беседа но это не означает что теперь я вообще не буду действовать вот это серединное качество она является правильным гайтрамбом и его нужно вырабатывать сейчас мы посмотрим какова какова технология то есть как именно вырабатывать эти качества ну давайте начнем прежде всего с того что рабом и не забывайте что рабом был врачом и вероятным одним из ведущих если не ведущим врачом своего времени и поэтому часто его примеры носят медицинский характер и смотри также как люди физически больны физически больны здесь он имеет ввиду человека у которого есть какие-то изменения патологии что-то неправильное у него организм вот такие больные они когда пробуют что-то сладкое для них это кажется горьким а горько и сладким и есть такие больные которые очень хотят жажда мне появляется страсть ко всякого рода продуктам которые вообще люди не едят например земля или уголь я помню в моем детстве многие дети почему-то ели мел тот самый мел который писали на доске вероятно у него у них в организме чего-то не хватало вот это вот гетрамба это вещи свидетельство болезненности и он ненавидит хорошие продукты такие например обратимания какие продукты рамок считает хорошими хлеб и мясо а почему-то потому что они больны то есть человек физически больной одним из признаков того что он болен это то что у него меняется восприятие действительности и он вдруг начинает хотеть какие-то продукты которые люди не едят и перестает хотеть тебя продукты которые обычные здоровые люди едят этот пример вам вам привел для того чтобы объяснить нам что моральная неравновешенность это моральная болезнь рамба этот пример и здесь находятся если посмотрите книги мишман апракин тоже самое очень похожие вещи и он говорит смотри вот человек который морально неуравновешен то есть у него есть какие-то моральные изъяны ты часто видишь что такие люди любят хотят и стремятся именно то что у хороших людей считается плохим и они ненавидят то что хорошие люди считают хорошим и это для них очень тяжело и если он приводит цитату и справка и шаляву из пятой главы что и шаляву сказала таких людях ой интересно что это выражение ой существует танахи я но означает у про оков то же самое что у нас то есть упрек такой ой воовой да ой говорящие что зло это добро а добро это зло те кто делают или считают или представляю тьму света а свет тьмой те кто как которые считают или полагают горькое сладким а сладкое горьким и про них сказано в книге мишлею царя шлова что люди которые оставляют прямые дороги чтобы идти по дорогам тьмы то есть смотри гейтрамба как что происходит у морально больного человека у него зло становится добром а добро становится злом интересно кстати отметить что самое наверное паразит самое жесткое поражение вот этой системы ценности происходит у людей с испорченной искаженной половой жизни и я приму приведу здесь они теряют объективность я приведу здесь пример я надеюсь что мне простит царь давид когда он был в состоянии очень нехорошим своей жизни в истории с уехи кейтс и из батшевы и когда он взял чужую жену там а история очень некрасивая подробно изложено все и узнают книги шмуют и в этой ситуации мы видим что давид допустив нарушение именно в этой области совершенно потерял объективность а ведь мы с вами до этого и после этого знаем давида как мудрого царя например когда приходит к нему одна женщина которую поставлю а и пытается ему там морочить голову какими-то вещами он ее посмотрел посмотрел подумал подумал и сразу и сказал они явно тебя послал и она призналась во всем то есть я ведь и такой мудрый тебя невозможно обмануть действительно давид мудрый его невозможно обмануть и тут в истории с уехи кейтсом из батшевы приходят к нему после этой некрасивой истории пророк на танк на танк музыкой пророк и он говорит говорит давиду рассказывать ему притчу вот ты знаешь был один богатый человек у него было большое стадо овец и коз а у другого человека у бедного была одна козочка у нее холил и лелею и когда к большому вот этому богатому человеку вдруг пришли гости неожиданно то он пожалел для них взять и зажарить и одну из своих козыль овец а отобрал у последнего у этого бедняка его последнюю овечку вот такие дела происходят в нашем царстве государств понятно сам стиль этого рассказа он типичная пророческая притча и понятно что давид мог бы это сразу понять к тому же намеки очень прозрачный богатый человек это он у него много жены наложниц а бедный человек у туляхитиста него единственная любимая жена и ты его взял и так далее понятно что эти вещи прозрачный намек очень прозрачный и и потом почему это право приют и будет рассказывать давиду какие-то уголовные хроники него эта функция но давид ничего этого не понимает и абсолютно не смутившись а раз такое дело значит ему полагается за это смертная казнь как он не пожалел овечку и так далее так далее на то на него смотрит и слушай но ты же этот человек то есть мы видим что мудрый царь давид вдруг когда он оказался в плену вот этих вещей совершенно потерял объективность и совершенно не способен увидеть вещи такими к и есть когда все это видят только он не видит почему потому что когда человек нарушает нарушает эту гармонию совершает нарушение в половой жизни так как половая жизнь это самая сильная сторона человеческой личности это там где святачивается вся человеческая личность это самая мощная точка человека поскольку эта сила направлена на продолжение жизни и поэтому там вся моя личность и поэтому если там есть проблемы это влияет на всю мою личность и на все мое мировоззрение я просто вижу мир совершенно другие и и давид идут давид проявил то величие за которого моего любви уважают он на месте наверное прошло мы сам пауза немножко в тексте после этого он ничего он не приводит ни малейшего своего оправдания просто хочу и показать его величие именно ни малейшего оправдания никого не сваливает не приводит ни отговорки ничего он говорит я провинился перед ашир . то есть взял на себя ответственность не стала никого и себя выгораживать ни на кого не сваливает хотя были казалось бы там объективные обстоятельства перевести но этого не сделал и в этом величие давида и снова давид сделав шуму то есть когда человек осознает неправильность исправляет свое желание он снова возвращается к своей объективности до труба возможно всегда и давид нам показал одной из один из 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 моментов когда очень тяжело сделать чеку чему представляете себе это не просто рядовой человек это царь любимый уважаемый ценимый ему бы по тем временам никто бы слова не сказал кроме пророка и он мог бы все это дело тихо прикрыть но давид взял на себя ответственность и сказал я провинился перед ашир а вот если вы мне напомните какого-нибудь мирового политического лидера последние годы который бы вот так встал бы и признал свою ошибку мне на ум ничего не приходит политики всегда во всем и всегда права ну ладно оставим политиков в покое вернемся к нашей теме мы видим что здесь есть безусловно безусловно поражение объективности и это то что говорит рамба когда люди и ты видишь действительно когда приходится встречаться с людьми которые находятся в таком состоянии и с ними бесполезно разговаривать то что хорошо и правильно у морально здоровых людей у них все наоборот у них вся система ценности переворачивается вот об этом ведь рамба то что то черное он считает белым белое черным хорошее плохие плохое хорошим не о чем говорить в момент когда человек полностью теряет свой объектив и окей а что же с этим делать и говорит нам ну каково исправление этих морально больных людей они должны пойти к мудреца которые умеют лечить вот эти моральные болезни и они их вылечат поскольку приучит их снова правильным качеством урегулированным и помогут им восстановить их а если человек такой не пойдет к такому моральному врачу все время медицинские параллели если он не пойдет к вам врачу но так понятно что он нет у него морального моральная смерть его ждет он будет погружаться погружаться и конце концов так умрет нехорошим человек и мы видим что здесь рамбом дает нам некоторое решение то есть но обратите внимание что не поможет мне это если я не осознаю что у меня есть проблема то есть так же как и с медицинскими болезнями человек не пойдет к врачу у каждого свои врачи там гемеопатия не опять и кондициональная у каждого свои врачи когда выбирает но человек не пойдет к врачу если он не поймет что у него есть какая-то проблема что он более понимаете также и здесь в моральном состоянии человек для того чтобы пойти и исправлять свои душевные качества у какого-то советчика советника должен прежде всего осознать что есть проблема это самое трудное понимаете потому что именно люди спросить с большими моральными проблемами им кажется что они абсолютно правы и все это правильно у них всегда есть оправдание всегда есть объяснение и все идет по плану поэтому мне кажется что рамбом намекает на то что такого такого рода возможность она возникает только когда у человека начинаются небольшие отклонения понимаете когда я вот в общем-то приличный человек но у меня бывают иногда какие-то там заезды-наезды в этот момент я понимаю что то что я делаю данным конкретном случае какие-то может быть отдельные вещи отдельные и на сайте как говорили в одной стране в этом плане и я могу в тревожке директора вера меня куда-то засосала опасная тряси потому что я еще в целом сохраняю объективность но когда человек погряз в этом то у него уже никаких вопросов нет поэтому мне кажется намекает на то что если человек себя сразу не возьмет в руки не осознает что есть нечто что нужно исправить то он и не пойдет исправление не проблема которая возникает действительно это проблема серьезная вопрос к рамбому окей но как найти таких моральных врачей вот это самая большая проблема кто эти люди рамбом исходит из того что существуют такие люди это люди это не то что вот он абсолютно знаете там морально совершенен а сколько человек он живой у всех но ты видишь что есть чего если видишь кому повезет не всем нам везет но если мы видим человека и мы видим что этот человек действительно владеет своими чувствами не чувства инстинкты владеет и а он владеет он умеет себя сдерживать направлять и все его поведение продиктовано разумом они вспышками эмоций то есть ли я вижу такого человека я могу с ним посоветоваться лучше всего конечно если бы под рукой был сам рамба но рамба понимает что не может быть другую от всех и в моем окружении рамбом исходит из того что в моем окружении где бы я не был есть такие люди может оказаться что их нет моего окружения нужно их искать тем не менее есть люди которые действительно владеют могут их мячество и наверно мячество немного но мне-то ведь много не надо достаточно одного если я вижу человека свободного то есть не того кем правит его инстинкты а того кто правит своими инстинктами я пойду к нему посоветуюсь и он мне поможет научит меня как нет регулировать свои моральные качества я с ним могу посоветоваться он со стороны своей объективности может наиболее точно оценить мое положение может быть я не прав может у меня не столько проблем пока я думал или наоборот проблема гораздо хуже чем я но такие люди отыскать таких людей это уже моя ответственность понимаете тут рамбом не может мне помочь он горит и таких людей таким людям должен прийти и полагается видимо рассчитывает на то что да есть такие люди действительно знаем сами в любом месте в любом народе есть люди которые они отрегулировали себя они владеют собой и такое уж это и редкое явление к ним нужно пойти и с ними нужно посоветоваться ну а кто не хочет советоваться никто и не хочет исправлять себя будет он жить как поганка и погрязнет в этой самой тряси морально теперь рамбов не оставляет нас на уровне общих каких-то категорий а дает нам определенного рода технику понятно что техника это наиболее эффективно когда у меня есть вот такой внешний объективный учитель потому что он поможет мне правильнее оценить где я нахожусь очень сложно оценить мне где я в середине в очень часто имеют человек который находится в этой крайности считаю что абсолютно уравновешен и каково же их вот лечение морально например в трамбом человек который вот такой он нервный знаете если люди очень нет понятно что все люди живые они реагируют но есть люди которые вот просто не могут то есть в момент когда вот он вошел да все сразу начинаются крики вопли иди сюда войди туда иди сюда и ты уже знаешь что что сейчас начнется что-то очень эмоциональное и он даже не понимает то есть такие люди что с ним делать что ему с собой делать его нужно приучить опять же для этого нужен куда внешний учитель к тому чтобы он научил вести себя абсолютно равнодушно то есть приучить его к того что есть его бьют проклинают плюют а он вообще не реагирует понимаете то есть у рабома система его терапия моральная его она очень проста из крайности ты находишься в одной крайности ты нервных ты должен выработать делать упражнения которые будут направлены на вырабатывание полного равнодушия и рамбом приводит не здесь он приводит в другом месте будет представь себе вот человеку которого до гордыня вот он я я я кстати гордыня и гнев этой вещи связаны потом все время я я я да я же сказал я же сказал почему вы не сделали так ты иди сюда ты стой там почему все строится и что он должен сделать чтобы урегулировать себя ему необходимо пройти упражнение опять это это он должен осознать и захотеть этого пройти упражнения по самоунижению рамбом приводит вот только не помню сейчас в какой книге но это приводит не помню это известный прием вы представь себе такой человек садится на корабль на одет он какие-то тряпки до униженные весь такой и он такой весь противный такой униженный что даже его и его говорят и денег у него нету его гадди там в трюм на дно и что тебя не видно было и он идет куда-то какое-то совершенно вонючее место где какие-то тряпки валяются и он там и сидит такой униженный а потом приходит рамбом очень картинку рисую живую а потом приходит самый последний униженный матрос и извините писает на него а он говорит не чувствует ни малейшей обиды и нервов вот это упражнение привет и то есть человек полный гордыни он вот себя воспитывает так понятно что в этом нет никакого идеала то есть не должен человек так себя вести в обычной жизни новый трамбом ты не можешь от одной крайности сразу перескочить в равновесие так не бывает если есть одна крайность ее нужно нейтрализовать другой крайностью и он должен делать упражнения это очень долгие упражнения очень очень долго долгие упражнения когда у него наконец-то выработается вот это полное равнодушие ко всякого рода обидам и унижения и когда это полностью выработается вот тогда бы трамбом он может вернуться в середину это может сравнить с маятником до думаете всем и туда-сюда туда-сюда пока он не установится где-то в середине но ты не можешь быть рабом из крайности в одной сразу в золотую середину так не бывает необходимо отвести рычаг другую сторону приучить себя крайние противоположности и потом установить середину а середина заключается в том что конечно человек должен вести себя без снобизма и гордыни но при этом конечно не должен позволять унижать себя поскольку учить каждый чек создан по образу и упадут вот вам здесь приводит этот пример что такой человек должен одеться в тряпке и сидеть ниже всех и так далее так далее вот этот год гордец и тогда он вылечится совершенно от своей гордыни и он вернется все единое положение где и должен находиться всю свою жизнь обратите внимание что здесь конечно очень трудно самому это делать потому что опять же я не знаю точно где я нахожусь в крайности или в крайности я не знаю сколько упражнений мне таких нужно делать и где я всегда нужна какая-то внешняя оценка поэтому рамбом сразу сказал он ты должен найти себе учителя да как это сегодня называется кочер моральный кочер потому что я не могу себя как правило объективно оценить по крайней мере на первом этапе чем человек морально совершение темно объективнее давайте посмотрим и что рамбом говорит нам дальше есть у него интересная смотри но есть такие качества в которых нельзя удовлетворяться только середины какие-то качества это после того что он нам рассказал о том как нужно выйти на середину от гнева и гордыни он тут же нам говорит смотри именно в гордыне и в гневе человек не должен быть самой середине то есть рамбом усложняет задачу ведь это в других качествах да в других качествах ты можешь ты должен стремиться к середине щедрость и вместо скупости или растраты трусость и безрассудство должен быть середине а вот что касается гордыни гвейтрамбом это такое ужасное качество от которого человек должен уходить насколько только он может насколько только он может и поэтому ведь смотри ведь человек у которого отсутствует вот это качество да он называется противоположность гордыни он называется она она то есть скромный и посмотри гвейтрамба что про муж это сказано муж это про не про мужчин описано в книге в мид бар что муж и помните была история там мирьян против стала говорить а муж и она то есть то ранее что муж и просто она то есть он скромный не скромный очень если тура говорит очень то это что-то совершенно выдающиеся и там еще написаны всех людей на земле вы понимаете то есть мы видим что недостаточно быть просто не гордецом а идеал состоит только ну по крайней мере если ты хочешь достичь высокого уровня то тогда нужно стремиться к тому что вообще даже малейшей гордыни не было потому что если у человека есть гордыня то тогда нету место для всевышнего ведь в конце концов гордец что он про себя думает в подсознании что он и царь и бог и герой все должно быть по моему почему сделали не так как я сказал я ведь говорил что нужно сделать ну я же сказал что вот это должно стоять там вы что не понимаете что то есть он возмущается что кто-то и что-то сделали так он сказал а почему должны всегда делать так как я говорю то я такой в конце концов есть еще люди и для того чтобы для того чтобы и чем они объясняется до поведения тем что я где-то внутри себя да где-то подсознание считаю себя и богом понимаете и поэтому все должны ходить по струнке делать то что я делаю и делать то что я делал и поэтому говорит момент когда у человека существует хоть малейшая гордыня то тогда он удаляется от силы теперь все-таки возникает вопрос в этих словах рамбова ты сказал предыдущий предыдущем абзаце что нужно в этом качестве гордыня и скромность идти в середину то же самое кстати он и про гнев ска теперь ты рамбом говоришь нужно идти сторону лабриют уж совсем крайне более того для того чтобы усложнить задача вам скажу что в книге шмона про кей рамбом не говорит о том что в отношении гордыни и гнева нужно идти в крайность там только про середину я начинаю путаться что же рамбом не хочет почему говорит одно то другое то вместе то по раздельности можно это объяснить по разному мне кажется что объяснение наиболее простое состоит в том что речь идет о разных уровнях человека то есть если ты хочешь да вот здесь я хочу быть просто уравновешенным человеком и чтобы у меня было действительно равновесие тогда середина у тебя нету гордыни с одной стороны другой стороны это соблюдаешь свое достоинство и ты реагируешь и так далее так далее это действительно правильно и хорошо но это видимо правильно и хорошо для всех это требование ко все но если человек хочет выйти на высшие уровни близости ко всевышнему то гордыня вообще ни в каком процентном отношении не имеет место быть почему да потому что если у меня или скажем так в той пропорции в какой у меня есть вот это внутреннее самомнение в той пропорции я не удаляюсь от всевышнего то есть если я хочу близости к нему то какая какая вообще может быть у меня самомнение перед тем ты витрян древняя вещь и грубо говоря понимаете смешно сравнивать поэтому тот кто стремится сблизости ко всевышнему у него должно полностью это быть стерка а у рядового товарища достаточно в этом плане вот этого равновесия то же самое и с гневом потому что гнев и рамом 10 объясняет гнев и гордыня это вещи связаны и скорее всего гнев является функцией горды я себя считаю кем-то то естественно как могут сделать люди так я рассказал эту салфетку нужно положить сюда я же просил не давать мне эту ложь я же просил что этого не сделал тут такой поэтому можно объяснить так для всех действительно достаточно идеал равновесия дай бог если мы были в равновесии но для людей наиболее высокого морального уровня или которые претендуют на особую близость ко всевышнему эти вещи вообще не имеют место быть не должны иметь место быть давайте посмотрим что он говорит про гнев с гневом тоже очень серьезные вещи он будет это ужасная вещь и человек должен до самого края до крайности удаляться от него и действительно а бы на это раму быть но ты ведь можешь сказать что ты допустим начальник или воспитатель если ты будешь все время говорить тихим голосом приятные вещи в конце концов люди перестанут тебя слушать будут пренебрегать тобой иногда начальник командир судья царь глава семьи неважно да кто то есть должен показать кто здесь начальник то здесь босс да и травмам это верно но ты в таком случае должен вообразить то есть не вообразить а изобразить притвориться что ты гнева например ты должен показать ребенку что эти вещи неприемлемы ты должен разыграть гнев он должен знать что отец гневается не но знай гетрама внутри то ты не гневаешься ты-то разыгрываешь как на сцене если ты внутри гневаешься это проблем это проблема был такой 60-х начале 60-х годах 50-60-х годах в иерусалиме жил замечательный человек рафарьер леви но однофамилец просто связи я не проследил он был известен под именем иерусалимский правиль да о нем есть книги я вам очень рекомендую я думаю что на русском есть кстати был одним из учеников раба кука он был году где-то в 70-х прошлого века 50 лет назад и он был учителем он учил детей то это его была его профессия кроме этого он занимался многими общественными вещами до помогал заключенным евреем которые боролись британским мандатом больным короче много чего и вот когда он работал с детьми то один раз ему нужно было дать пощечину ребенку ребенок сделал что-то плохое и нужно было дать пощечину и рабе рельвин вошел направился к ребенку поднял руку не дал ему пощечину вышел потом вернулся и дал ему пощечину спросили вну почему что это за спектакль он говорит смотри когда я в первый раз пришел чтобы дать ему пощечину я чувствовал что я на него злюсь гнев что это не воспитательная пощечина а есть в этом какая-то личная злоба а этого я не могу позволить личная злоба здесь не имеет место поэтому я вышел урегулировал это сознание в своей голове пришел и дал ему сугубо воспитательную пощечину и самое интересное что этот ребенок вырос и когда он стал взрослым он рассказывал об этом случае это видимо случай который произошел и случится известен от него не рабе люда не рабе рельвин об этом рассказал он говорит смотри это пощечина изменила всю мою жизнь то есть она была дана это пощечина не со злобой а с исключительно воспитательно моральным значением и он это почувствовал и он это понял это изменило всю его жизнь понимаете вот этот тот самый гнев иногда это называют педагогический гнев как угодно его назвать но понятно что это не должно быть ты ведь может изобразить рама гнев ты можешь как что здесь происходит почему как ты посмел это сделать и все что угодно но если ты при этом внутри действительно гневаешься то это твоя злоба лично а если ты изображаешь окей тогда это и может иметь действительно воспитательное воздействие его приводить слова мудрецов они сказали что всякие то гневаются как будто бы занимается идлопоклонством почему потому что он теряет контроль над собой знаете момент когда тебе человек теряет контроль он теряет разум теряет разум он служит своему гневу сегодня он служит своему гневу завтра он служит против одессы если он мудрец он теряет свою мудрость если он пророк он теряет свое пророчество я вам приведу пример который они имеют мудрецы это пророк и лишь а ок лишь ученик или я вам скажу уровень и на войну как-то он пошел с царями иуды израиля и дома против муала написано в книге малахин и у них там случилась проблема закончилась вода и все цари 3 царя представляете себе цариуды израиля и и дома пришли к нему говорит слушай что делать спроси ашем а он очень не любил царя израиля поскольку тот был иглопоклонник а царь иуды был праведником и он отказ я вообще бы с тобой разговаривать не стал если бы не царь иуды и в это и после этого он сказал а теперь приведите ко мне музыка и когда музыкант заиграл был у него пророчество и он сказал на этом мудрецы гает посмотри и лишь а супер порог но есть когда он разгневался все он не может пророчествует время ему понадобился музыка для успокоения гармонизации должен прийти в состоянии радости гармонии и тогда поэтому год если ты обратим они какие примеры рама приводит пророк и мудрец то есть явно не рядовые повторяю рядовому человеку вполне возможно достаточно вот этой середины если ты претендуешь на нечто больше извини ты должен такие вещи регулировать в полностью сторону ликвидации таких качеств понятно чтобы все живые люди и трудно представить себе чтобы человек не гневался но эти вещи они по крайней мере могут свестись к минимуму ученого себя это как-то контролировать в любом случае когда я нахожусь в состоянии гнева и я потерял себя понимаете это уже не я меня мой разум не работает я теряю объективность и это состояние оно должно пройти и тогда я начинаю думать и оценивать вещи объектив это весьма весьма непростая вещь то нура выдает здесь по крайней мере какие-то критерии он приводит еще одно выражение мудрецов что вот эти люди которые все время гневаются и жизнен не жизнь то есть понятно здесь он имеет ввиду не человек который надо гневаются как все а чья который постоянно находится в состоянии вот такого кипячей ну жизнь такого человека невыносимо вставляется это какой-то и безумие он мучается несчастный поэтому сказали мудрецы всячески удаляться от это его качество и здесь опять же это для праведников супер праведника их обижают они не отвечают и так и их унижают они молчат это опять с точки зрения аллахи есть унижают он может ответить и сказать и так далее но если человек хочет супер уровня он должен вырабатывать в себе вот такого качества потому что действительно смотрите я помню но не буду приводить русскую пословицу но в том смысле что сказали тебе что ты такой то такой такой то сказали сказали конце концов воспринимаешь так и так болезнь интересно что рамбом приводить еще одну важную вещь это то что здесь может очень помочь в моральном моем равновесии уравновешивание тишина молчание понимаете он говорит смотри человек не должен слишком много говорить а если говорить то что иметь умное правильное важное необходимое и он приводит пример ученика бью доноси которого звали раф тоже известен он вообще не говорил о что молчание это вещь очень важная и даже человек который учит своих учеников должен сделать это наиболее кратким образом то есть меньше слов больше содержания и без крика без излишнего многословия и если он приводит цитату из книги куэлит шломо слова мудрецов именно мэнахат нишмэйнахат это когда человек говорит спокойно спокойно и только они нет еще несколько вещей есть и также он здесь говорит что человек должен стараться никого не обманывать продаж и никогда никого не обманывать и не говорить человеку неправду даже если нет у него из этого какого-то убытка убытка или например человек не должен зазывать своего товарища приходи приходи ко мне я тебя накормлю я тебе сделаю а он знает что товарищ ты не собирается к нему прийти он просто так изображает это типа я тебя приглашаю эти как по-русски говорят мое дело предложить мое дело отказаться нельзя говорить равно такого дела если ты действительно хочешь чего пригласить приглашать а если на самом деле не хочешь не приглашать потому что таким образом ты можешь ввести его в заблуждение а вводить людей в заблуждение это вещь неприемлемое неприемлемое приводится пример такой у них понятно вино содержалось бочка чак приглашает ведь слушай я для тебя сейчас открою бочку с вино и он ему открывает делая вид что вот для тебя уважение к тебе а на самом деле это вино которую так хотел открыть чтобы завтра продать свой магазин и также человек не должен не должен умножать слишком много насмешек и слишком много пустых разговоров и так далее так далее потому что глупости которые человек говорит приучают его потихонечку расслаблять и ликвидировать моральные тормоза и человек это не должен быть не поведение в идеальном не должен быть не грустным тяжелым таким удрученным вместе с тем не таким не человеком который вы просто ничего серьезного с ним не он можно сказать человек должен находиться в состоянии уравновешенным то есть он симпатичный радостный доброжелательный чувствуем рядом человек говорит вещи которые имеют содержать имеют содержание вот здесь собственно говоря и и я и хотел прерваться а теперь конечно ваши вопросы я уверен что сегодня есть вопросы господа и дамы вопросы включайте микрофон и давайте вопросы please почему-то был уверен что есть много вопросов иногда нужно время тогда мы сегодня здесь остановимся окей хорошо только я напомню да и что обычно мы в 6 часов и сегодня в 1 раза в порядке 6 30 обычно мы выходим в эфир в 6 часов и до следующей встречи и всего хорошего будут вопросы пишите в нашу чатницу шлите телеграммы в чатницу всего хорошего будьте здоровы всем счастливого до свидания спокойства здоровья не нервничать не дергаться будете продвигаться